Наталья о неделе тестирования на ВИЧ-статус узнала из объявления в поликлинике. Такое обследование девушка проходит впервые. Очень большой риск заражения ВИЧ-инфекцией. Решила просто обследоваться для себя. Медсестра очень хорошо сделала инъекцию. Не больно. Эта процедура абсолютно бесплатная. Ее можно пройти и в любой другой период. Обычно в 16-й горбольнице кровь на ВИЧ-статус ежедневно сдают 3-4 человека. В первый день акции здесь было 9 желающих. Это мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет, рассказали в медицинском учреждении. Процедура забора крови длится меньше минуты. Результаты тестирования будут известны через 3-4 дня. Узнать свой статус можно анонимно. ВИЧ-тестирование проходит только с личного согласия пациента. Вся информация о результатах является конфиденциальной. Чем раньше выявляется заболевание, тем эффективнее лечение, говорит Ирина Литвяк. Чем раньше человек узнает свой статус, тем раньше он может обратиться в лечебное учреждение и получить адекватное антиретровирусное лечение. К сожалению, в большинстве случаев выявляются люди на поздних стадиях инфекции, когда нужно присоединить еще другое лечение, такое как туберкулеза или других заболеваний инфекционных. Медики напоминают два основных способа заражения ВИЧ-инфекцией – половым путем и непосредственно через кровь. Еще существует третий путь передачи, но в основном он проявляется при передаче от ВИЧ-инфицированной беременной мамы, ребенку во время родов, во время кормления грудью. Просто в быту, ни через посуду, ни через постельное белье, ни при рукопожатиях, ни в транспорте, ни в туалете это заболевание не передается. Цель всеевропейской недели тестирования на ВИЧ – проверить статус как можно большего количества населения. На данный момент в Донецке выявлено более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Дарья Захарова, Алина Баталова, Панорама.